В ближайшие три года роботы лишат работы. 120 миллионов человек по всему миру подсчитали в IBM, а с рынка исчезнет множество профессий, но в целом рабочих мест станет больше, и большинство сокращенных смогут переучиться. Что в России, кого вытеснят роботы и где будут востребованы люди? Роботы наступают из-за новой промышленной революции около 120 миллионов людей, и во всем мире в ближайшие три года вынуждены будут переучиться. С рынка исчезнет множество профессий, но рабочих мест станет больше. Как пишет газета «Коммерсант», сильнее всего роботизация и внедрение искусственного интеллекта затронут рынки труда Китаем. Так, согласно подсчетам компании IBM, свыше 50 миллионов китайских работников будут вынуждены пройти переквалификацию. В США переучить придется 11,5 миллионов человек. В Бразилии роботизация приведет к перепрофилированию 7 миллионов сотрудников. Как обстоят дела с роботизацией рынка труда в России, рассказала замгендиректора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга «Анкор» Татьяна Баскина. На рубеже 2017 и 2019 годов бизнесмены, внедрявшие такого рода решения, подсчитали отдачу от инвестиций в различные стартапы на кадровом рынке. И тут выяснилось, что ожидания далеко не во всем оправданы. И рентабельность и другие экономические параметры несколько развеяли вот этот сверхоптимистичный настрой. Поэтому сейчас мы в стадии перехода от такого романтического настроя к очень прагматичному. Те решения в тех индустриях, где автоматизируются простые, типовые, рутинные операции, где действительно человеку бывает скучно работать. Вот в этих направлениях, если решение рентабельное, оно приносит экономию, там есть прогресс, они развиваются. Другие направления, например, вот наша профессия, подбор персоналу, тоже было такое шапкозакидательское настроение, что скоро всех рекрутеров заменят роботы. Выяснилось, что об этом говорить еще слишком рано. Вещи, связанные с культурой компании, с корпоративными ценностями, с тем, что касается эмоционального интеллекта и прочими истинно-человеческими вещами, а также творческими направлениями, здесь еще без человека никак не обойтись. Татьяна Баскина. Впрочем, тотальная роботизация не приведет к массовой безработице. Более того, рабочих мест станет больше, так, согласно докладу Всемирного экономического форума, рост автоматизации позволит сократить и к 2025 году 75 миллионов рабочих мест, однако будет создано 133 миллиона новых. Четвертая промышленная революция, происходящая сегодня, как и предыдущие, облегчит труд человека, не связанный с креативом и коммуникациями. Произойдет это благодаря КОБОТам, говорит гендиректор корпорации роботов Игорь Никитин. Третья промышленная революция позволила нам иметь доступные автомобили, авиаперелеты. На самом деле это все делается роботами промышленными, большими роботами. Если бы те же самые автомобили или мотоциклы собирали как раньше, а вручную, то стоимость была бы у них, как у Бентли. Говоря о четвертой промышленной революции, мы говорим о том, что роботы приходят, начинают менять людей там, где обычно они занимаются мелкой моторикой, сборочное производство. Появляется такое понятие, как коллаборативные роботы. Это роботы, которые могут стоять бок о бок с человеком. Термин КОБОТ. И заберут всю опасную, некреативную работу у человека. Количество рабочих мест не сокращается, а даже увеличивается. Есть такая даже формула. Пару лет назад такой коэффициент был полтора. То есть на одного введенного робота появлялось полтора рабочих места для человека. Водитель, продавец, пекарь, обувных дел мастер. Все это уйдет. Останутся либо творческие люди, либо всем нам надо будет уходить в сферу обслуживания. То есть коммуникация. Как ни странно, роботы-официенты вряд ли появятся, потому что официант это профессия коммуникативная. Надо общаться с клиентом. Вот туда люди будут уходить. Игорь Никитин. А с 2000 года из-за роботизации и автоматизации из мировой промышленности исчезло около двух миллионов рабочих мест? До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов. Такой прогноз дают специалисты Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Ну, правда, стоит и говориться. Ученые в своих прогнозах исходили из того, что все доступные технологии появятся одномоментно. Но на практике это, конечно, произойдет едва ли. Процесс внедрения современных технологий растянут во времени, и у людей будет возможность сориентироваться, найти себе новое занятие. Авторы работы, заведующие лабораторией исследованием проблем предпринимательства Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Степан Зимцов подчеркивает, что проведение анализа рынка труда дает возможность понять, кому из специалистов необходимо пройти переподготовку в первую очередь. Мы ставим некий мысленный эксперимент. То есть, что произойдет, если вот все доступные технологии внедрить одномоментно? Мы понимаем, что это невозможно, но, тем не менее, такого рода эксперименты, они помогают оценить подверженность. То есть, какое число людей, в принципе, подвержено этому явлению? Это не значит, что их уволят на следующий день, или даже через год, или через два. Но это значит, что им предстоит повысить свою квалификацию, переобучиться, да, там, перейти на более творческие работы и так далее. И, соответственно, что же касается сфер, то, ну, любая рутинная деятельность, ну, вот, например, кассир, это очень рутинная деятельность. Ты просто пробиваешь, соответственно, товар, это вполне может выполнять эту функцию робота. Там, привинчивать гайку, это тоже очень рутинная деятельность. Там, собирать какие-то документы, там, отвечать на телефонные звонки, сносить ту же самую посуду, да, приносить ее для своих клиентов, это тоже довольно рутинная деятельность. И вот все рутинные деятельности, ну, которые легко запрограммировать, да, они все действительно подвержены большому риску автоматизации. Оснастить рабочие места роботами экономически невыгодно как для России, так и для других стран, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Таких вот фигуристических предположений на моей памяти было достаточно много. Возьмем 80-е годы прошлых годов, когда экономисты Соединенных Штатов Америки считали, что интернет, в принципе, может разрушить все рынок труда, так и ничего не произошло. За это время, кстати, Америка, одна из следующих стран экономически, выделила достаточно большое количество роботов. Они там третьи в мире по количеству их, приходящихся на 10 тысяч человек. Тем не менее, оценки экономистов по потере рабочих мест достаточно скромные, где-то порядка от 300 до 600 тысяч. При всем при том, что самый главный такой момент, заработная плата там значительно выше. Цена вопроса. У нас средняя заработная плата, она по оценкам, там, Ростата, в пределах 30 тысяч. А если берем медианную, которую наиболее часто встречают, 25 тысяч. Вот годовой фонд оплаты труда на одного человека, это, в принципе, всего лишь составляет порядка, там, 400 тысяч рублей. А робот – 8 миллионов рублей. И еще один момент, который должен успокоить россиян. Если темпы внедрения машин станут слишком быстрыми, то правительство сможет защитить тех, кто остался без работы с помощью введения налога на робот. Экзоскелет – новое оружие пролетариата. Корейский автопроизводитель Hyundai разработал для рабочих на собственных фабрик специальный экзоскелет. Устройство весом всего 2,5 килограмма, работает без аккумулятора и регулируется по размерам. Экзоскелет предназначен для рабочих, которые трудятся на сборочной линии, подняв вверх руки. Те, кто закручивает болты, устанавливают тормозную и выхлопную системы. По итогам испытания экзоскелетов на нескольких линиях производительность труда выросла. Теперь Hyundai подумает внедрить устройство на своих заводах по всему миру. Коммерческое производство начнется в декабре. Цена на 30% ниже, чем у конкурирующих продуктов, которые обычно стоят около 5000 долларов. При этом, например, Ford уже использует экзоскелеты на 15 своих автозаводах. Когда эти устройства станут обыденностью в России, менее с основателей компании «Экзоатлет» Екатерина Березия. Экзоскелеты, которые для здоровых людей, которые снимают нагрузку с поясницы, с рук, с плечевого пояса. Это, в общем, совершенно завтрашний день, даже не послезавтра. Они уже разрабатываются многими компаниями. И они будут доступны для корпоративных клиентов, для производства, на которых люди работают. И это станет, скорее, обязательным средством, защищающим здоровье человека, который поднимает тяжести или работает в неудобных позах. И, конечно, эндоскелеты – это фантастическое решение, достаточно недорого. Это очень надежный инструмент повысить эффективность работы таких людей и защитить их от потенциальной инвалидности. Сейчас уже есть примеры заработок, которые помогают при беге, долгой ходьбе, снимают разгрузку из суставов, коленей. Кажется, что скоро никто не будет носить тяжелые сумки. А то, что касается стоимости? Они стоят в пределах 10 тысяч долларов пока. Но это речь идет про профессиональные сложные конструкции, которые используются для официальных операций. Или, например, пожилыми людьми для помощи в ходьбе. Если говорить про какой-то спортивный инвентарь, то там, в общем, все исчисляется в сотни долларов. Екатерина Березий. В планах Hyundai запустить продажу еще один экзоскелет. Он поможет человеку сохранять сидячее положение без стула. При весе около полутора килограммов он легкий, но прочный, способен выдерживать вес до 150 килограммов. Изобретение имеет различные настройки угла посадки. Беспилотники. Яндекс проехали уже один миллион километров. Ну, круто, но это не один беспилотник и не каждый беспилотник. Нет, беспилотники. Да, это совокупные. Я не помню, сколько их там у Яндекса есть. Почему-то, мне кажется, что это не один десяток. Но, в любом случае, хорошо, пусть ездят дальше. С 2018 года вот такая вот статистика. А сколько? Я вот пытаюсь сейчас показать тестовых машин, сколько у них. Ну, порядка там нескольких десятков. В общем, первый, вы сказали, значит, в Яндекс первый миллион километров подтвердил, что технология работает и применима в условиях реального городского трафика. А сейчас в тестовом флоте компаний более 50 машин. До конца года компания собирается довести их число до 100. Но, к сожалению, в этой статистике, которую они провели, по каким городам они ездили, сколько миль преодолели, мили перевели в километры и так далее, не написано, на мой взгляд, без этого информация не полная, были ли ДТП. Мелкие, крупные, остановки, заглохла ли машина. Не сообщается. Не сообщается, вот в том-то и дело. Да, вот я думаю, что даже если они были, они не будут нам сообщать просто для того, чтобы не портить, собственно, информационное поле негативными факторами. Ну, мы же понимаем, что тогда информация получается действительно не совсем полная. Однобока. Немножечко однобока.